Добрый день, дорогие студенты! Сегодня наша лекция посвящена осложнениям язвенной болезни желудка и 12-перстной кишки. Среди осложнений язвенной болезни желудка и 12-перстной кишки различают кровотечение, стенозы привратника, перфорации гастродуоденальных язв, пенетрации, малигнизации. Рассмотрим каждое осложнение в отдельности. Гастродуоденальные язвенные кровотечения Острые гастродуоденальные язвенные кровотечения сегодня сопровождаются высокой летальностью, достигающей у оперирования больных более 10%. Еще в начале 20 века классики желудочной хирургии, такие как Финстерер и Юдин, называли операциями отчаяния, вмешательства при рецидивирующих острых гастродуоденальных язвенных кровотечениях, призывая все усилия хирургов направить именно на предотвращение рецидива. Сегодня рецидив кровотечения возникает как минимум у каждого 10 больного, поступившего в хирургический стационар. Показатель летальности при гастродуоденальных кровотечениях зависит от степени тяжести гастродуоденальных кровотечений. Так, при первой степени этот показатель достигает 15%, при второй степени этот показатель достигает 20%, при третьей степени этот показатель превышает 60%. Какие же возникают изменения в организме при гастродуаденальных кровотечениях? И от чего зависят возникающие нарушения в организме при гастродуаденальных кровотечениях? В первую очередь, это от объема кровопотери. Во-вторых, от скорости кровотечения. Ну и немаловажные значения имеют общее состояние пациентов до гастродуаденальных кровотечений. При потере объема циркулирующей крови до 15% каких-либо клинических проявлений не отмечается. Острых гемодинамических нарушений нет. В результате спазма сосудов и открытия артеровенозных шунтов централизации в системе кровообращения клинических признаков не проявляется. Гемодинамика у данных больных остается стабильной. При потере объема циркулирующей крови более 15% отмечается падение артериального давления, в результате чего развивается спазм сосудов, открытие артеровенозных шунтов, что приводит к дальнейшим тахикардии. Восвобождается межклетная жидкость и лимфы в циркулирующую кровь. Повышается концентрация кортокостероидов, что способствует задержке жидкости в организме, в результате чего отмечается постепенное повышение артериального давления. Какие же основные нарушения при гастродуоденальных кровотечениях? Гиповалимический шок в результате уменьшения объема циркулирующей крови. В результате гипоксии, паренхемии почек и гипофильтрации развивается почечная недостаточность. В результате нарушения циркуляции крови в печени и ее гипоксии развивается печеночная недостаточность. Отмечается инфаркт миокарда и отек мозга. В результате всасывания токсинов через кишечник отмечается развитие интоксикационного синдрома. Функциональные нарушения натрия и калевого насоса. В клиническом течении гастродуоденальных кровотечений выявляют ранние признаки. Это головокружение, тахикардия, потеря сознания, бледность кожных покровов, слабость. В последующем присоединяется рота кофейной гущей, диктеобразный стул или мелена, снижение или исчезновение болей. Тяжесть при гастродуоденальном кровотечении оценивается по шкале Гарбашко, согласно которому выделяет легкую, среднюю и тяжелую степень кровопотери, основываясь на показателях числа эритроцитов, гемоглобина, пульса, систолического артериального давления, показателя гематокрита. Интенсивность кровотечения определяется эндоскопической классификацией фороста. При первой степени активный процесс кровотечения. При форост 1А кровь вытекает из погрузенного сосуда струей, то есть отмечается артериальное кровотечение. При форост 1-й степени кровь вытекает из сосуда по каплям, то есть отмечается венозное кровотечение. При степени форост А показано выполнение эндоскопического гемостаза, неэффективность которого является показанием к хирургическому лечению. Форост 2-я степень, при этом кровотечение остановлено. При форост 2А на дне язвы определяется тромбированный сосуд. При форост 2Б на дне язвы фиксированы сгусты. При форост 2С на дне язвы имеются черные пятна. И при третьей степени фороста кровотечение не выявлено. На представленных снимках вы видите пульсирующие артериальные кровотечения, венозные кровотечения это согласно классификацию форост 1А и форост 2А, тромбированный сосуд, видим сгусты крови и черные пятна, когда кровотечение практически остановлено. Основными принципами оказания экстренной медицинской помощи и больным с желудочно-кишечительными кровотечениями является экстренная диагностика, временная остановка кровотечения, борьба с геморрористским шоком и анемией, окончательная остановка кровотечений консервативными эндоскопическими либо хирургическими мероприятиями. Основными принципами гемостатической терапии является экстренная госпитализация, постельный режим, локальный холод в эпогастральную область и промывание желудка холодной водой, голод, местная и общая гемостатическая терапия, восстановление объема циркулирующей крови, противошоковые мероприятия, плазма и гемотрансфузии. Эндоскопические способы гемостаза различают электрокоагуляцию, лазерный или инфильтрационный гемостаз, диатермокоагуляцию, наиболее эффективное выполнение аргонно-плазменной коагуляции, механического гемостаза путем выполнения эндоскопического клипирования, использована пленка образующих препаратов или клеевых масс. Так, если инъекционные методы гемостаза и электрокоагуляция, эффективность которой достигает 80%, то более современные методы коагуляции, такие как аргонно-плазменная коагуляция, механические методы гемостаза, как эндоскопическое клипирование, позволяют достичь гемостаза в более 95% наблюдениях. На слайде вы увидите этапы диатермокоагуляции до кровотечения и после выполнения вмешательства отмечается стойкий гемостаз. Аргонно-плазменная коагуляция, видим источник кровотечения, после выполнения эндоскопического гемостаза, то есть аргонно-плазменной коагуляции, отмечается окончательная остановка кровотечения. У крайне тяжелых больных при высоком хирургическом риске, при неэффективности эндоскопических методов гемостаза и консервативных мероприятий, существуют методы эндоваскулярного гемостаза, когда путем эмболизации артерии гастродуаденализ добивается гемостаза. При неэффективности малоинвазивных методов используются открытые хирургические вмешательства в виде гастротомии, гастродуаденотомии с провышиванием кровоточечных язв, а при сочетании кровотечения с пилародуаденальным стенозом выполняется иссечение язвы с пиларопластикой поджаду. При стабильном состоянии методом выбора является выполнение радикальных операций резекции желудка по методике Биллерет-1 или Биллерет-2. Немаловажные значения в выборе хирургической тактики отдаются прогнозированию рецидива кровотечения. При коллаптоидном состоянии пациентов, при наличии тромбы или сгустка на дне язвы при эндоскопическом исследовании, а также больших размеров желудочной и дуаденальной язвы более 13,8 мм, Соответственно, риск рецидива кровотечения превышает 90%. В этих случаях после кратковременной подготовки целесообразно выполнение экстренно отсроченных или экстренных хирургических вмешательств. Следующее осложнение – это пилародуаденальные стенозы. Причинами пилародуаденальных стенозов является переуллицинозный инфильтрат, развитие спаечного рудцового процесса в связи с заживлением язвы. Это оттек или спазм тканей вокруг язвенного дефекта. В клиническом течении пилародуаденального стеноза выявляют три стадии. Это стадии компенсации, суб- и декомпенсации. В стадии декомпенсации эвакуация пищи через суженный просвет кишечника происходит за счет гиперпилецитатики желудка. На фоне клиники язвенной болезни – чувство тяжести, переполнения желудка после приема обильной пищи, отрыжка зловонным запахом, чувство облегчения после рвоты желудочным содержимым. Рентгенологически отмечаются нормальные размеры желудка и задержка бария на 3-6 часов. В стадии субкомпенсации чувство распирания и переполнения в желудке, отрыжка протухшими яйцами, колющие боли, частая рвота, принужденная рвота, которая приносит определенное облегчение. В остатках пищи отмечается рвот, имеется в рвотных массах. Ухудшение общесоматического состояния, слабость, похудание, признаки нарушения водно-электролитного баланса. Локально определяется шум плеска в эпигастре. Рентгенологически натощак определяется большое количество жидкости в желудке, пониженная перистальтика, задержка бария в желудке на 6-12 часов, а также нарушенные эвакуации через пелородоаденальный канал за счет его сужения. Однако через 24 часа следов бария в желудке не имеется. Стадия декомпенсации. Нарушение эвакуации содержимого желудка. Выраженное ухудшение общего состояния. Задержка жидкости в просвете желудка приводит его к дилатации и процессу брожения в нем. Чувство распирания в желудке. Отрыжка запахом тухлых яиц. Временное облегчение после принужденной рвоты. Признаки алкалоза. Дегидратации. Нарушение электролитного баланса. Снижение диуреза. Рентгенологически отмечается зажирка бария более чем 24 часов. На просторах интернета можно найти фразу, которая отражает клиническое изучение пелородоаденального стеноза согласно стадиям. В первой стадии больной живет с содой. То есть больной получает противоязвенную терапию. Клинические признаки пелородоаденального стеноза не очень выражены. Во второй живет рвотой. То есть состояние больного облегчается при вызывании рвотного рефлекса. В третьей живет зондом. При декомпенсированном стенозе необходимо зондирование желудка с проведением зонда за зону пелородоаденального стеноза для проведения эндерального питания. Среди инструментальных методов исследования во время ультразвукового исследования выявляется синдром диффузного расширения желудка. На тощак желудок содержит жидкость и остатки пищи. При эндоскопическом исследовании пелородоаденального стеноза выявляет симптом полумесяца, симптом муфты. Пелородический канал при первой стадии, стадии компенсации превышает полутора сантиметров. При второй стадии, это субкомпенсация, составляет одного до полутора сантиметра. В стадии декомпенсации достигает 5 миллиметров. Рентгенологически возможно выявление диффузного расширения желудка. Большого количества жидкости на тощак. Пестрые содержины из-за перемешивания баревой взвеси с жидкостью и пищей. Баревая взвесь оседает на дне растянутого желудка. При мультислайсной компьютерной тонографии можно выявить расширенный и увеличенный желудок с жидким желудочным содержимым. При пелородоаденальном стенозе выбор операции зависит от стадии стеноза. При компенсированном и субкомпенсированном стенозе выполняется вагатомия с дренирующим желудок операцией либо экономная резекция желудка. При декомпенсированном стенозе после подготовки пациентов целесообразно выполнение резекции 2-3 желудка по Биллера-1 или Биллера-2. В тяжелых случаях возможно выполнение палеоаденской операции гастро-иуностомии. Одним из вмешательств является пилородоаденальным стенозом. Выполняется продольный разрез с поперечным ушиванием, который способствует ликвидации стеноза. Наиболее эффективно при пилородоаденальных стенозах выполнение пилоропластики по финею. Технический метод выполнения данной операции способствует тому, что в просвете сохраняется участок ушитой желудка и 12-перстной кишки, который словно клапан выполняет функцию пилорического жома. Также возможно выполнение гастро-иуоденостомии по джабулею, что позволяет ликвидировать, восстановить пассаж из желудка в кишечник. Радикальной операцией является выполнение резекции желудка в биллород-1 или биллород-2. Перфорации гастро-иуоденальных язв. Согласно классификации Комарова и Савельева, по идеологии различают перфорации хронической и острой симптоматической язвы. По локализации язвы могут располагаться в желудке, по малой или большой кривизне, по бередней или задней стенке, в антральном, пилоритском, препилоритском, кардиальном отделе желудка, либо в теле желудка. Язвы 12-перстной кишки, постбульбарные и бульбарные язвы. По клинической форме выявляют прободение в свободную брюшную полость, типичные или прикрытые, а типичные перфорации в сальниковую сумку, малый или большой сальник, заврешенную клетчатку, изолированную с пайками полость. Сочетание перфорации с другими осложнениями, наиболее чаще это с кровоточением в желудочно-кишечный тракт. По фазе перитонита, по клиническим периодам, различают фазу химического перитонита, период первичного шока. Фаза развития бактериального перитонита и синдрома системной воспалительной реакции, это период мнимого благополучия. И фаза развитого гнойного перитонита, это период тяжелого абдоминального сепсиса. Оставные клинические признаки перфорации язвы характеризуются триадой мандора. Это кинжальная боль, это доскообразный живот, это наличие язвенного анамнеза. При перфорациях язвы в желудке или 12-перстной кишке развивается грозное осложнение в виде перитонита, причем скорость развития перитонита тем выше, чем ниже кислотно-желудочного сока. Вот почему явление распространенного гнойного перитонита может не быть через 6 и даже 12 часов после перфорации дуоденальной язвы. В то же время в эти сроки они обычно выражены при проводении язв желудка. При перфорациях гастродуоденальных язв свойственно специфическое пути распространения болей в эпигастральную зону, правый боковой канал, правую подвздошную область, малый таз, левую подвздошную область. При перфорации язвы клиника распространения боли похожа с клиникой острого аппенцита, симптомом Кохера-Волковича. Поэтому немаловажные значения имеет дифференциальная диагностика язвенной болезни, осложненной перфорацией с деструктивной формой острого аппенцита. При рентгенологическом исследовании под правым куполом диафрагмы выявляется свободный газ, который возникает в результате поступления свободного газа из полости желудка в свободную брюшную полость. Однако при прикрытых перфорациях этого свободного газа при рентгенологическом исследовании не выявляется. В этих случаях для диагностики перфоративной язвы целесообразно выполнение эндоскопического исследования с инсуфляцией воздуха с повторным выполнением рентгенологического исследования, которое позволяет в большинстве случаев выявить свободный газ. Кроме того, при ультразвуковом исследовании возможно выявление свободной жидкости в брюшной полости вокруг печени. Инструментальные методы исследований используются для дифференциальной диагностики перфоративной язвы с другими заболеваниями. Так, лапароскопии используются для дифференциальной диагностики с острым аппенцитом. Ультразвуковое рентгенологическое исследование используется для дифференциальной диагностики перфоративной язвы с острым холециститом или острым панкреатитом. Эндоскопическое исследование позволяет отдифференцировать обострение язвенной болезни 12-й перспешки и желудка от перфорации. Электрокардиографическое исследование позволяет отдифференцировать острый инфаркт миокарда от перфоративной язвы. Перворация язвы 12-перстом кишки является абсолютным показанием к хирургическому вмешательству. Метод хирургического вмешательства зависит от распространенности и фазы перитонита. Так, в стадии ферментативного перитонита возможно выполнение радикальных хирургических вмешательств в виде резекции желудка, органосохраняющих операций в виде тронкулярной вагатомии и сантромоктомии, тронкулярной вагатомии в сочетании с дренирующим желудок операций. В стадии гнойного перитонита методом выбора является фалиативная операция – это ушивание перфоративных язв. При ушивании накладывается два ряда серосерозных шов, а в некоторых случаях с дополнительной перитонизацией с сальником на ножке по методике Поликарпова. Эту методику, эту операцию возможны выполнение лапароскопическим способом, когда выполняется лапароскопическое ушивание с лапароскопической санацией брюшной полости. Стволовая вагатомия дренирующей операции является высокоэктивными операциями. При этом выполнение тронкулярной вагатомии позволяет значительно снизить кислотность желудка. Однако частота рецидива язвенной болезни при дренирующих желудок операции составляет около 10%. Как и при прочих осложнениях язвенной болезни, радикальным методом лечения при перфорации пилородоводональных язв является резекция желудка по Биллет-1 или Биллет-2. Когда пациент категорически отказывается от выполнения хирургического вмешательства или нет возможности технического выполнения хирургической операции, выполняется консервативная терапия по методике Тейлора. В желудок вводят толстый зонт, через просвет которого освобождается желудок от содержимого. Промывание желудка не производится. После удаления толстого зонта трансназально проводят тонкий желудочный зонт и подключают его к аппарату для постоянной аспирации, которая осуществляет на протяжении нескольких часов. Необходимо отметить, что консервативная терапия перфорации язв не является ни в коем случае альтернативой к хирургическому лечению и ни в одном стандарте лечения перфоративных язв этой методики не существует. Не описаны. Следующее осложнение – это пенетрация гастродуодональных язв. Пенетрация – это осложнение язвенной болезни, связанного с возлечением деструктивных процессов международного органа, ткани которого формируют дневные дефекты. Пенетрация может быть в поджелудочную железу, в печень, в желчный пузырь, в поперечно-ободочную кишку. В клиническом течении выделяют три стадии. Первая стадия – это поражение язвенным процессом всех слоев желудка или 12-перстной кишки. При второй стадии образуются фиброзные сращения с близлежащими органами. И в третьей стадии днем язвы является паренькима соседнего органа. В клиническом течении отмечается боль в эпигастральной области постоянного характера, которая не связана с приемом пищи и не имеет сезонности. И радиация боли зависит от органов, в которых произошла пенетрация. Если пенетрация отмечена в поджелудочную железу, отмечается и радиация болей в поясницу. Если в печень, то это в лопатку. Если в желчном пузырь, то отмечается и радиация болей в шею. При пенетрации язвы консервативная терапия практически неэффективна. При пенетрации язв в полый орган развивается с вещей с этими органами. Среди инструментальных методов диагностики во время эндоскопического исследования выявляют глубокую нишу округлой формы с четкими контурами ткани вокруг язвы без признаков воспаления. При рентгенологическом исследовании характерно затекание контрастного вещества за пределы органа. Появление на рентгенограмму тройслойной тени. Деформация контуров желудка и 12-перстной кишки. В отличие от гастродуоденальных кровотечений и перфораций, пенетрация является осложнением язвенной болезни, при котором необходимо выполнять плановые хирургические вмешательства. Плановые хирургические вмешательства – это органы, сохраняющие тромбулярные вагатомии и сантромоктомии. Наиболее чаще выполняются резекционные методы. Предпочтение отдают при пенетрации язвы резекции желудка по методике Биллерот-2. Особое внимание нужно уделить обработке культе 12-перстной кишки при наличии пенетрации. Нередки случаи, когда язвенный дефект с участком пенетрации оставляется, либо производится ручная обработка зоны пенетрации. При этом часть слизистой желудки или 12-перстной кишки, наиболее чаще это 12-перстной кишки, остается на пенетрируемом органе. Однако выполнение резекции желудка с удалением кислотопродуктирующих факторов способствует рубцеванию данной язвы. Следующим осложнением является малигнизация гастродуоденальных язв, то есть перерождение гастродуоденальных язв в онкологические заболевания рак. Конечно, чистота малигнизации язвы желудка и 12-перстной кишки различная. Язва желудка малигнизируется в 20% случаев. Язвы 12-перстной кишки малигнизируются редко и чистота их достигает 0,3%. Велик риск развития малигнизации при следующих случаях, при диаметре язвы более 1,5 см. Язвы, расположенные в желудке, склонны к малигнизации. У больных в старшем возрасте свыше 40 лет есть риск развития малигнизации, а также риск развития малигнизации отмечается при неэффективности консервативной терапии, которая проводится в течение 4-6 месяцев. На данном слайде вы видите макропрепарат малигнизированной язвы желудка, огромная язва, огромный кратер, глубина, истологически выявлена аденокарцинома. Рентгенологическими признаками малигнизации является наличие дефекта наполнения, отсутствие перистальтики вокруг язвы, отсутствие конвергенции сладок. При возможности выполнения хирургического вмешательства, то есть при операбельном случае, выполняется гастроктомия или расширенные резекции 2-3-3 четверти желудка. При наличии отдаленных метастазов при неоперабельных ситуациях, выполняется палеотивная химиотерапия и лучевая диагностика. Спасибо за внимание.